Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоустова. Не должно быть слишком пытливым и не исследовать, почему такой-то богач, а такой-то беден. Не всякий богат от Бога, но многие от неправды, грабительства и любостяжания. Ибо тот, кто повелел не собирать богатство, подаст ли то, чего не велел приобретать. А дабы еще более заградить уста возражающим, обратимся к временам древним, когда богатство давалось от Бога. Отвечай мне, почему Авраам был богат, а Иаков нуждался даже в хлебе? Не был ли последний так же праведен, как и первый? Не равно ли о троих говорил Господь? Я Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаков. Исход 3.6. Почему же один был богат, а другой трудился как работник? Почему даже Исаак был богат, а Иаков был рабом столь долгое время? Почему опять Исаак жил всегда спокойно, а Иаков в трудах и бедствиях? Отчего говорил? Малые несчастные дни жизни моей. Бытие 47.9. Почему Давид пророк и царь постоянно жили в трудах, а Соломон, сын его, 40 лет прожил спокойнее всех людей, наслаждаясь глубоким миром, честью и удовольствием всякого рода? Почему из пророков иной больше, а иной меньше терпел скорби? Потому что каждому свое было полезно. Посему о каждом можно сказать в Псалме 35.7. Судьбы твои бездна великая. Если же мужей великих и дивных Бог назидал не одинаковым образом, но иного бедностью, другого богатством, иного спокойствием, другого скорбью, то тем более надо бы тоже полагать ныне. Вместе с тем надо бы напомнить и то, что многое случается не по намерению Божию, а по нашей злобе. Не говори же, почему один богат, несмотря на то, что порочен, а другой беден, несмотря на то, что праведен? Его очень можно дать ответ и сказать, праведник не терпит никакого вреда от бедности. Напротив, еще более прославляется, а злой человек ведется богатством к мучению. Если не переменится, и еще прежде наказания, богатство часто бывает для него причиной многих зол и вергает его в бесчисленные пропасти. Божия попускает это, с одной стороны, в знак свободы нашей воли, с другой, для научения прочих не бесноваться и не гоняться за деньгами. А что скажешь, если человек порочный, богат, и не терпит ничего худого? Если он добродетелен и богат, это справедливо. А если порочен, то что нам сказать? То, что и в таком случае он жалок. Богатство, присоединяясь к пороку, увеличивает зло. Если он добродетелен и беден, это нисколько не вредит ему. Если порочен и беден, значит он терпит это справедливо и по достоинству, и даже использует для себя. Но такой-то, скажешь, получил богатство от предков и расточает его на блудниц и тунеядцев, и не терпит ничего худого. Он пьянствует, а ты думаешь, что он наслаждается. Он проживается на дела непотребные, а ты считаешь его достойным подражания. Что может быть хуже человека, погубляющего свою душу? Если у кого-нибудь искажено и изуродовано тело, то ты считаешь его достойным безмерных слез. А видя, что вся душа его искажена, ты считаешь его даже блаженным. Но он, скажешь, не чувствует этого, потому-то самому он еще более жалок, подобно сумасшедшим. Кто знает, что он болен, тот, конечно, будет искать врача и примет лекарство. А кто не сознает своей болезни, тот не может и освободиться от нее. И такого-то человека ты считаешь блаженным? Впрочем, это нисколько не удивительно. Люди большую частью неопытны в любомудрии. Оттого мы и подвергаемся осуждению, наказываемся и не бываем свободны от мучения. Оттого у нас непрестанное неудовольствие, огорчение и беспокойство, что мы, оставляя указанную Богом жизнь беспечальную, то есть жизнь добродетельную, пролагаем себе другой путь обогащения и любостяжания, исполненный бесчисленных зол. Мы поступаем так же, как если бы кто, не понимая красоты телесной, но полагая все достоинство в красивой одежде, женщину благообразную и красивую от природы оставил бы без внимания, а на некрасивую, безобразную, уродливую, но только одетую в красивые одежды взял бы себе в жены. Подобным образом поступают ныне многие касательно добродетелей и порока. К гнусному по природе пороку прилепляются за внешние его украшения, а от прекрасной и благообразной добродетели отвращаются за неподдельную ее красоту, за которую тем более надлежало бы возлюбить ее. Не смешно ли, что люди, ожидающие бессмертия и благ, которых не видел глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его, гоняются за благами здешними и считают их достойными привязанности. Если ты еще имеешь нужду учиться тому, то богатство есть ничто, что настоящее есть тень и сон, что оно рассеивается и разлетается подобно дыму, то стой вне святилища и оставайся в преддверии, потому что ты еще не достоин войти в горние царские чертоги. Если ты еще не умеешь судить, что настоящее по существу своему непостоянное и скоро приходящее, то как ты можешь презирать его? А если скажешь, что умеешь, то перестань исследовать и спрашивать, почему такой-то богат, а такой-то беден. Все зависит от способа употребления. Хотя бы ты был беден, ты можешь жить благодушно, если будешь любомудр. Хотя бы ты был богат, ты несчастнее всех, если чуждаешься добродетели. Нам полезно то, что добродетельно, а без этого все прочее нисколько не полезно. Оттого и происходят эти частые вопросы, что многие считают бесполезное для них полезным, а о полезном нисколько не заботятся. Полезное для нас это добродетель и любомудрие. Но вы слишком далеки от них. Оттого у вас и происходят в помыслах смятения многие волны и буря. Ибо кто удаляется от горней славы и любви к небу, тот обращается к благам настоящим и делается их рабом и пленником. Отчего же, скажешь ты, мы стремимся к ним? Оттого, что не слишком стремитесь к благам небесным. А отчего это происходит? От нерадения. От нерадения откуда? От невнимательности. А невнимательность откуда? От неразумия. От того, что останавливаетесь на благах настоящих и не хотите тщательно исследовать существо вещей. А отчего же это опять происходит? От того, что не читаете писаний, не беседуете с мужами святыми, а ищете общество людей порочных. Посему, дабы не было этого всегда, дабы волны, подхватывая нас одна за другой, не увлекали нас в море зол, не потопили и не погубили совершенно, восстанем, пока есть время. И утвердившись на скале, то есть на священных догматах и слове Божьем, будем взирать на бурю настоящей жизни. Ибо таким образом мы и сами избавимся от нее, и спасая других, подвергающихся кораблекрушению, удостоимся будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, с которым Отцу, вместе со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 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 Аминь.